Рита 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 обижать их или делать какие-то неправильные вещи, мой бизнес катился сразу вниз. После того, как Господь коснулся моего сердца 17 лет назад, я опять понял, что это благословенные люди и евреев надо просто благословлять. И я начал делать это и Бог опять начал поднимать наш бизнес в гору. Моя мама русская, отец татарин и я внутри чувствовал, знаете, такие мусульманские корни. Я чувствовал, что у меня не было правильного образования. У меня не было правильного воспитания. Моя мама, она вообще неграмотная. Она всю жизнь работала на железной дороге. И я воспитывался на улице. Я думал, что улица это главная книга жизни по сравнению с моей женой, которая имеет два высших образования. Меня обучал уже потом Господь. Всю мудрость Он вкладывал в свою небесную. И отношения наши в семье, они были, с моей точки зрения, конечно, мусульманские. Я хотел, чтобы моя супруга была в паранже. Я думал, у тебя только глаза должны быть. И ты не должна открывать рот. Ты не должна ничего говорить. Ты должна слушать мужчину. Я же мужик. А ты, женщина, я приношу тебе продовольствие, я приношу тебе деньги, твоя обязанность заниматься домом, заниматься детьми и не открывать рот. Потому что я вот такой же. Я же слышал где-то, что кровь за кровь, глаз за глаз. Если кто-то был, мне должен был деньги, я просто брал свое охотничье ружье и шел, забирал эти деньги. Ну, я был просто, как говорится, не знаю, без царя в голове или без кого в голове, но это был просто ветер. И, слава Богу, я оставался жив. Очень много моментов в жизни, когда я оставался жив. Несколько раз тонул, спортом занимался, психиатрической больницей, я чуть не покончил жизнь самоубийством, хотел повеситься, но не было возможности. Потом 90-е годы, разборки, меня убивали 6 человек безбольными битами. Опять чудо. Просто ангелы в погонах, милиционеры, как я их называю, они остановили этот кортеж. Я несколько раз оставался жив. В 93-м году, последний раз, когда была эта ситуация, я начинал задумываться, а почему? Почему это происходит? Почему я жив остаюсь? И когда я пришел к своему другу, он инвалид, постоянно сидел в кресле, я увидел, что этот человек изменился. Я у него начал, задал ему вопрос. Я говорю, Боря, что с тобой? У тебя глаза горят, ты другой, ты не материшься, ты не пьешь, ты не куришь. Он говорит, я запустил лучшего друга в свое сердце. Я говорю, я тоже хочу познакомиться с этим олигархом, скажи мне, как мне изменить свою жизнь, потому что я нуждался в этом. И он мне сказал, это простые слова, простые слова, скажи Иисусу, да, попроси прощения. Я при нем сказал это, и буквально на следующий день я увидел изменения в своей жизни. Я уже не хотел подрезать людей на улице, я не хотел осуждать их. Бог мне дал работу, я рассчитался через год с долгами, и вот так вот все-все-все, оно пошло в гору, в гору, в гору, в гору. Библия начала учить меня, как делать правильно бизнес, как выстраивать взаимоотношения в доме, в семье, с детьми. И все пошло в гору. Но потом, естественно, возник вопрос очередной. Господь, ты мне все дал. Ты мне дал работу, ты мне дал новое сердце, новое мышление, ты все мне дал, новое взаимоотношение в семье, ты все мне дал, а чем я могу тебе отблагодарить? Ну, я думаю, это нормально для каждого нормального человека, когда ты от Господа хоть что-то получаешь, хотя бы дар вечной жизни, ты спрашиваешь Господь, а чем я могу отблагодарить тебя, что я должен сделать? У Бога все есть, ему ничего не надо. Он говорит, идите, у тебя есть призвание, у каждого из нас есть какой-то дар, у каждого есть какое-то призвание. И я начал стучать во все двери, я начал молиться, и Бог мне начал открывать эти двери. Я хотел не просто служить финансами, хотя финансами это тоже благословение служить, я хотел что-то еще больше делать, кроме финансов. Я поехал на один из ужинов в Сибири, там было 250 человек в ресторане, представьте, полный ресторан, 250 человек, деловых людей разных профессий, строители, врачи, бизнесмены, военные, люди разных профессий. И люди рассказывали истории своей жизни. И в этот момент, когда я был в этом ресторане, Бог коснулся моего сердца, я получил откровение, знаете, как щелкнуло, огонек загорелся, свеча загорелась в моем сердце. Я понял, что вот, чем я могу служить, мне есть, что рассказать, чем поделиться. Хотя, каждому из нас есть, чем поделиться. И вот так вот началась наша работа, 10 лет назад, начали ездить по городам, потом я принимаю решение, я просто молился, получил ответ, Господь говорит, едь в другой город, оставь место комфорта, хотя на Дальнем Востоке, у нас уже было очень много магазинов, более 500 человек работало в компании, Бог говорит, оставь это, езжай в другой город. Для меня это было, конечно, решение, для Риты это было тяжело, потому что Хабаров считался любимым городом, и надо было это все оставить и уехать. Мы уехали, оставили, пошли в библейскую школу, потом бизнес, который я оставил родственнику, он просто развалился, и нам надо было принимать решение. Мы всегда стоим перед выбором, или библейская школа, закончить ее, это как раз было половина года обучения, это зимой, как раз каникулы, или оставить библейскую школу, по большому счету оставить Бога, как бы не доверять Ему, а своими силами поехать и восстанавливать бизнес, который был на Дальнем Востоке, и большой бизнес, не маленький. Слава Богу, мы с Ритой приняли правильное решение, я благодарен Богу, что Он укрепил наше сердце, мы доучились все-таки, приехали домой, естественно, бизнес развалился полностью, и мы были банкротами, у нас не было денег, и мы стоим опять перед выбором, Господь, а что же делать? И знаете, как возле разбитого корыта, засучить рукава, пять лет опять заниматься работой, или вот оно служение, в котором ты уже служишь, ты спасаешь людей, ты ходишь на ужины, ты расскажешь свои истории, и слава Богу, я благодарен Господу, что Он укрепляет опять нас, и мы принимаем правильное решение. Я просто говорю Богу, Господь, я хочу служить Тебе. Я не знаю, что будет с бизнесом, как он будет, но ты мне дай такой бизнес, чтобы я не голодал, чтобы у меня была какая-то машина, у меня были колеса, у меня было все необходимое для обеспечения. И знаете, какой Господь великий. Когда ты принимаешь решение в сторону Бога, и отдаешь Ему все свое хозяйство, которое ты думаешь, что оно у тебя какое-то есть, Бог просто из этого немощного, твоего хозяйства, поднимает такой бизнес. Сейчас мы, вот с девятого года, в полном служении, наш бизнес на Дальнем Востоке, мы живем в Москве, ездим по всему миру, в основном по России, на Украине тоже. Сегодня, кстати, в два часа будет обед для деловых людей. И проходит какое-то время, и я понимаю, что Бог начинает мой бизнес, который я отдал Ему. Я Ему просто доверил этот бизнес. Конечно, я Его не выбросил. Знаете, как в Яралаше, там бабушку несли пионеры, выбросили ее в снег. О, это не наша бабулька, побежали в другую сторону. Здесь должна быть мудрость и откровение. Но это уже такая специфика, может быть, с бизнесменами отдельно будем разговаривать. Доверие Богу. Естественно, два года Он готовил, Он менял мое мышление, Он учил меня управлять, руководить. Через два года я получаю ответ, ты готов. Ты готов для того, чтобы служить тебе полностью. Четыре года мы уже в полном служении. Мы с Ритой ездим по городам. И тот бизнес, который я доверил Богу, он мне дал верных людей. И бизнес работает. И этот бизнес приносит дохода больше, чем он приносил в то время. Хотя людей в компании в два раза меньше стало. Бог дает новые темы, Он дает новые откровения, Он дает новых людей и дает новое понимание. И я понимаю, что главный мой бизнес, как бизнесмена, Господь же говорит, в Слове написано, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа могут это украсть, а собирайте себе сокровища на небе. Я, как бизнесмен, понимаю, что каждая моя спасенная душа на улице, это мой небесный банк. Я приду в вечность и буду пользоваться этим банком. Все шиши, гроши, которые здесь у меня, это все сгниет. Оно или кому-то достанется. Я не знаю, кому достанется. Поэтому я прошу Господа, чтобы мое сердце не жесточилось, чтобы оно не прилипло к финансам этого мира, которое временное, а чтобы мы думали о вечности. И короткую историю я сегодня расскажу, как мы это делаем на улице. Сегодня мы были в магазине, он закрыт, мы хотели что-то купить. А Господь сделал эту ситуацию, рядом девушка в соседнем магазине звонит продавцу, у нее расписание с 10, а она говорит, я в 11 приду. И она говорит, приди, у тебя клиент стоит. Ну девушка там, ну что ты меня учишь, как всегда, да? Мы все знаем, мирская тема. Что ты меня учишь там? Ну я такой ее успокоил и начал тихонько рассказывать ей историю своей жизни. Я ей сказал, что о бизнесе мы начали говорить о каких-то вещах, о законах. И я рассказал о себе, что 17 лет назад у меня были проблемы, у меня было много долгов. Но я произнес простые слова, хотя они не простые, они очень великие, очень сильные. Я пригласил Иисуса в сердце, моя жизнь изменилась, и я начал получать благословение во всех сферах жизни. Я об этом коротко рассказал, буквально 2-3 минуты. Я говорю, в вашей жизни может то же самое произойти. Я предлагаю вам, вместе со мной, произнести эти слова. Я хочу вас просто благословить. Давайте произнесем эти слова. «Иисус, зайдет в ваше сердце, и ваше жизнь, я верю, будет меняться». И она сказала, «Иисус, прости меня, вводи в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем». Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Так коротко, буквально любой из нас, когда я подхожу на улицу часто к людям и начинаю им что-то говорить из Писания или проповедовать, они на нас смотрят очень осторожно, они думают, что мы сектанты. Но когда ты начинаешь рассказывать историю своей жизни, заметьте, вот увидьте, как начнете рассказывать историю жизни, у людей открывается рот, и они начинают слушать тебя. Это хорошая рыбалка, хороший метод для того, чтобы предложить людям принять Иисуса в сердце. В 1 Коринфянам, 12 главе, в 3 стихе написано, «Никто не может произнести имя Господа Иисуса Христа, если не откроется Ему Духом Святым». Если человек произносит молитву покаяния, вот эти простые слова, значит, есть воля Божья на этом человеке, чтобы он пригласил Иисуса в сердце. Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы Рита тоже рассказала. Я ей, думаю, тоже есть что-то рассказать и поделиться, ну, со своей женской стороны. Спасибо. Да, я Рита, жена одного мужа. И 5 месяцев назад моя мама перед смертью сказала, что она еврейка. Хотя всю жизнь дедушка Израиль Моисеевич, когда меня видел, я к нему подходила, он говорил, «Рита, ты еврейка?» Я говорю, «Да нет, не еврейка». Я к маме подходила, говорю, «Мам, ты еврейка?» Уже не первый человек. Мне говорят, «Нет, ты что, Рита, мы украинцы, все рожденные во Львове, все». И зимой этого года мы поехали во Львов с нашей командой, и мама мне сказала, «Найди роддом, в котором я была в 46-м году рождена, есть ли он там в центре». Я нашла этот роддом, но мама так и не сознавалась, приехавшись зимой, она все держалась до конца, она очень серьезно болела, и болела полтора года, и болела бы дальше, если бы, я понимаю, что если бы она не призналась перед Богом, что действительно она еврейка, она бы дальше так же и мучилась. Она всегда взывала к Богу, говорила, «Иисус, почему я так мучаюсь, почему так?» И за полгода находясь с ней, я узнала вообще все о ней, что рождена она была действительно матерью еврейка, которая жила во Львове, когда возвращался папа с фронта, и всю жизнь, с пятилетнего возраста, мама умерла, она воспитывалась на Украине, у бабушки, и всегда скрывалось это, и потому что то, что происходило на Львовщине, уничтожение евреев, у мамы это подсознательно было, и всю жизнь она была такой антисемитской. Просто наша семья до такой степени, можно сказать, прям ненавидела еврейский народ, и все время это слово, «Ой, эти евреи, ой, эти жиды», это прям подкорка, подсознание. У меня всегда это все было с детства, и 18 лет, учащаясь в университете на факультете иностранных языков, мы написали эпиграмму на Михаила Корчмарева, который был евреем, и Господь, как Андрей говорит, когда обижал он евреев, тогда приходило наказание, и нас за эту эпиграмму исключили. В 83-м году меня исключили из комсомола, из института, и тогда я уже потом понимала, что действительно это Божий народ, вот, и в очередной раз, когда мне Благовещенский, быв на ужине, Мария, еврейская женщина, сказала, «Хайрулыч, ты ж татарень, а какого фига ты на еврейке женился?» Я опять смотрю, стою, говорю, «Какая же я идиот, я не еврейка!» И вот в марте месяце мама, да, созналась, и через два дня она умерла. Она собрала меня, мою сестру, двух своих внуков, и сказала, «Девочки, я хочу вам сказать, что моя мама была еврейка!» И моя сестра закричала, «Ура!» Теперь я понимаю, почему мои мальчики отличники. И моя младшая дочь, которой будет 20 лет, когда мы тоже ей сказали, а она еще Серафима, я ее назвала Серафимой, будучи вообще не знавшей, она говорит, «Мама, я всегда думала, почему же я такая любимая Богом, такая везучая?» «Мама, я всегда думала, да почему же у меня все так хорошо в жизни?» Я говорю, «Вот это потому, что мы евреи. Так что я вас всех люблю, я сюда попала, как в свой дом. Слезы у меня лились из глаз сегодня. Но я еще привыкаю быть евреей. Хотя у меня зять еврей, они сегодня с внуком, со львом остались. Мы всегда думали, что наш внук Лев, когда мы его называли, еще не знали, что и дочь моя получается еврейка, и зять у меня еврей. И мама видела, как мы относимся, говорили, ей всегда, «Ой, внучок еврейчик, ой, зять еврейчик». Она смотрела, как наши сердца располагаются, и она, конечно, уже с открытым сердцем все это рассказала нам перед смертью. Я вас очень люблю. Спасибо вам. Помолитесь за нас. Хорошо. За присоединение. Я говорил, что есть дары у каждого. Очень, когда я пришел к Иисусу, Иисус, то есть, привел меня к себе, Он нас выбирает, и Он мне показал этот дар. Потому что я не знал, чем заниматься. Я сначала, вроде бы, модно было пальцы крутить, и модно, ну, деньги нужны были, и торговать надо было. Но когда ты приходишь к Господу, Бог реально открывает твой дар и талант. Поэтому я часто, когда с бизнесменами собираюсь, я говорю, лучше быть хорошим дворником, чем плохим директором. Это очень важно. Это очень важно. Люди тебя будут уважать, потому что ты с любовью это делаешь. Ты делаешь это искусно. И для нас, конечно, как для верующих, очень важно получить ответ, кем нас родил Господь. Он каждому дал дар и талант. Каждый работающий достоин пропитания. И мы дети до Божьи. Конечно, мы проходим где-то, может быть, этапы какие-то, может быть, какой-то процесс идет, очищение, еще каких-то моментов. Но Бог нас любит, и Он не оставит нас. У нас в команде в Москве очень много молодых бизнесменов, которые приходят, они вообще в проблемах. И они часто идут по воде, просто по воде. Иногда жить негде. Иногда, не знают, работы нету. Но всегда, когда ты с ним разговариваешь, а ты голодаешь? Нет. А ты живешь на улице? Нет. Но это уже благословение для тебя? Да. А что тебе Господь приготовил? Вечную жизнь. А здесь ты что делаешь? 70 лет. Ну, вроде я на экзамене. Так радуйся, что Дух Святой в твоем сердце. И у тебя вечный подарок, твой вечный дом будет на небесах. Это главное. Чтобы мы фокус не опускали в землю, чтобы наши глаза не были опущены в землю. Очень важно понимать, что мы и веем в вечности. Ну и здесь, конечно, Господь говорил работать. Работать. Иногда в моем понимании было просто пахать. Иногда просто надо пахать. Поэтому благословения, они будут. Я хочу помолиться за вас, благословить, чтобы Бог, если нет у кого-то определенного занятия, или может быть работа не нравится, и на сердце какая-то тяжесть, или неудовлетворение, мы на любом рабочем месте должны получать эти благословения. Должны получать эту радость, и делиться этой радостью. И работать на своих, работать как для Господа. Господь говорит, работайте как для меня, не как для начальника. Это очень важно. Этих много принципов, это уже вопросы, может быть, более такие углубленные, профессиональные, чем поделиться. Я думаю, время не так много, чтобы рассказать вот эти все нюансы за всю жизнь, которую, ну, Господь дал мне. Но я хочу помолиться за вас, просто от всего сердца, благословить, чтобы вы были радостны, чтобы вы были обеспеченными, чтобы в вашей жизни всегда было счастье, и вы этим счастьем могли делиться с близкими людьми. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, благослови народ твой, как ты благословляешь каждого из нас, просящего тебя. Каждый, кто из нас, делает тебе шаг, ты приближаешься ближе. И мы хотим делать тебе эти шаги каждый день. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, открой дары и таланты, каждому твоему ребенку. Наполни радостью, Господь, наполни твоим обеспечением, во имя Иисуса. Ты великий Бог. Ты знаешь наши сердца, ты знаешь наши немощи, ты знаешь все наши проблемы, Господь. Мы отдаем их в твои святые руки, во имя Иисуса. Пусть твоя радость наполняет нас каждый день. Научи нас делиться этой радостью с ближними людьми и наполняться еще большей радостью из-за того, что мы являемся проводниками твоей любви, Господь, с теми людьми, которые нуждаются в этом благословении. Во имя Иисуса, мы просим тебя, наш Бог, благослови, благослови каждого, Господь, благослови в бизнесе, в финансах, Господь, благослови, Господь, твоим небесным благословением. Пусть твоя небесная радость, пусть твои небесные потоки, Господь, наполняют нас, Господи. Пусть те финансы, которые приходят к нам, Господь, они не ожесточают наших сердец, Господь, во имя Иисуса. Сдела нас проводниками Твоей любви, Твоих финансов, Господь, чтобы они не застряли в наших карманах, в наших сердцах, в нашем мышлении, Господь. Сдела нас проводниками, Господь, Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь, Господь. Аминь. Аминь.